Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, в это воскресное утро желание моего сердца вместе с вами обратиться к тексту Священного Писания, который записан в Евангелии от Марка, 8 глава, мы будем читать с 35 стиха, несколько стихов. Евангелие от Марка, 8 глава, будем читать с 35 стиха. Век за душу свою. Дорогие слушатели, дорогие братья и сестры, размышляя над жизнью нашей, над словами нашего Господа, которые мы прочитали, мы можем сделать вывод, что вся наша жизнь, по сути дела, это приобретение в материальных, в духовных вопросах, в других сферах нашей жизни. Вся наша жизнь, по сути дела, это состоит из приобретений. И то, что мы приобретаем, это отражается на нашу бессмертную душу. То, что мы приобретаем в нашей жизни, это касается нашей души. И эти приобретения могут повредить или быть благословением. Но верно так же, братья и сестры, что и наша жизнь с вами, это жизнь, которая состоит из потерь. Мы что-то теряем. И то, что мы теряем, это так же отражается и влияет на нашу бессмертную душу. И то, что мы теряем и приобретаем. Помоги, Господь, чтобы послужило для наших бессмертных душах. Большим благословением. Об этом мы сегодня будем с вами говорить. И тема моей проповеди сегодня называется «Приобретение и потери». «Приобретение и потери». В этих стихах, которые мы только что прочитали, Христос устанавливает систему приобретений, систему приоритетов, систему ценностей в нашей жизни. И все цели и ценности человеческого бытия и нашей жизни будут благословением и будут работать правильно, когда они находятся вот в этой подчиненности, когда они находятся в этой божественной системе приобретений правильной нашей жизни. Тогда, когда в нашей жизни есть правильное понимание, а что же нам приобретать, приобрести то, что будет благословением не только здесь, на этой земле, но это послужит нам благословением для вечной и бессмертной нашей души. Очень важно, чтобы мы могли знать, какие ценности важны, какие ценности сверхважны, а какие ценности ничего не стоят. И стоит ли вкладывать туда здоровье, силы, наши средства и нашу жизнь. И Христос говорит в этом тексте, что абсолютной и непререкаемой ценностью является человеческая душа, потому что душа человека – это единственное вечное, что реально существует в нашем временном и проходящем в этом мире. И вряд ли мы найдем в Священном Писании более точные, более верные слова, сказанные, которые сказал Иисус Христос, еще раз процитируем, «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою?» Вот в этом кратком предложении, в этих словах, которые сказал Иисус Христос, он ставит человеческую душу в такую категорию, что если, возможно, было бы приобрести весь мир, все ценности, все богатства этой вселенной, братья и сестры, то все это было бы несравнимо с состоянием, с ценностью одной человеческой души – вашей и моей. Интересно, что в оригинале слово «мир», когда Христос говорит, что пользуйся и приобретет весь мир, в оригинале стоит в греческом языке слово «космос», то есть расширяет не только границы нашей земли, но расширяет границы всей вселенной. Можем себе представить, братья и сестры, Христос говорит, представьте себе, что у вас есть возможность быть обладателем всех ценностей и материальных, и духовных во всей вселенной. Но что пользы? Но если в этом приобретении будет нарушена, будет повреждена, будет утрачена, другими словами, погибнет душа, какая польза от этого? Какой выкуп? Христос подводит итог, человек даст за душу свою. Ну и возникает вопрос, почему Христос так дорого назначил цену человеческой души? Ведь должны быть какие-то причины, правда? Почему Христос дает такую высокую оценку и как бы на чашах весах взвешивает? На одну чашу весов вложит одну душу одного человека и на другую чашу весов все богатства вселенной. И говорит, это в моих глазах ценно. Я хочу, чтобы и в ваших глазах было ценно. И я хочу, чтобы вы приобретали, а может быть и теряли то, что будет благословением для вашей бессмертной души. Первое, на что хочу обратить внимание, в первую очередь, потому что человек является особым созданием Божьим, потому что Бог сотворил человека для особых отношений с собой. Бог захотел иметь общение с этим человеком, которым есть бессмертная душа, венцом творения был нематериальный мир, венцом творения был не вселенная со всеми ее мирозданиями, красотой, величием, богатством всей вселенной. Бог сказал, «Чело век является моим венцом творения». И он создал его по образу и подобию своему. Господь захотел иметь особые, близкие, личные отношения со своим творением. Бог сотворил человека по образу и подобию своему не только для общения, но для того, чтобы человека поставить владыкою, потому что Бог создал для человека все, что наполняет владыкою. И когда-то Господь хотел бы, чтобы человек разделял вот это господство. Мы говорим уже о Новом Завете, о Новом Иерусалиме, о вечности. И так и будет. Когда-то человек, церковь его, сотворенные Господом, будут разделять со Христом его вечную славу и вечное владычество в Царстве Небесном. Но есть и другая причина, почему Христос так дорого определил цену человеческой души. Потому что за одну единственную душу, вашу и мою, и самого отверженного человека, который сегодня находится, может быть, где-то в этом обществе, влачет жалкое существование, погибает, братья и сестры, была заплочена цена ни золота, ни серебра, но цена крови Сына Божьего. Христос отдал жизнь свою ради человеческой души. На кресте Бог заплатил такую огромную цену, потому что вечности, братья и сестры, без прощения и искупления человеческой души, в аде вся вечность будет человек находиться, если не будет искуплена, если не примет спасение, если не будет спасена. И Господь это знает. Господь это знает, поэтому и сегодня Господь обращается к каждому человеку, Он ищет, проповедуется Евангелие, Дух Святой на земле трудится, работает в сердцах людей, еще двери Царства Божьей открыты, потому что вечности за гранью смерти, за порогом смерти участь человеческой души решена. Никогда не сможет больше человек изменить свое состояние. Если бы был иной путь, иной путь спасения, то Бог бы в Гефсимании Христу ответил, наверное, на его молитву, если возможно. Но Христос понимал, что нет другого пути, нет возможности для спасения одной единственной души, как только смерть, страдания и пролитая кровь. Братья и сестры, если Бог так дорого заплатил за вечную бессмертную душу человека, то как важно нам сегодня, даже верующим людям, серьезностью подходить к вопросу, который мы сегодня с вами рассуждаем. что мы приобретаем для нашей бессмертной души и что мы теряем тоже для нашей бессмертной души. Первое, друзья, что можно приобрести для своей души и какой будет результат. Что можно приобрести для нашей бессмертной души и какой будет результат. Примером для этого я бы хотел взять вместе с вами жизнь самого мудрого, самого богатого, самого известного в свое время человека. Имя, которое вы уже догадались, это царь израильский Соломон. Он решил провести, знаете, такой небольшой, скажем, уникальный эксперимент. Исследовать жизнь и попытаться найти самое лучшее в этой жизни. Что можно взять от жизни с ее богатствами, с ее наслаждениями, с его славой? И в книге «Экклезиаст» и попытаться сделать ее смыслом своего существования. И вот интересно задает вопрос в книге «Экклезиаст», 6 глава, в 11 стихе. Там есть один такой вопрос, который задает «Экклезиаст». Что же лучше для человека? Что же для человека лучше? Он задает вопрос. И знаете, Соломон, имея возможности для этого, он решил на своем личном опыте пройти вот этот путь и узнать, а что же лучше для человека? Этот вопрос, который он задал, он имел для этого возможности, как я уже сказал, потому что он был богатым человеком, самым богатым на то время. Он был несравненно, обладал мудростью, он имел славу, он обладал абсолютную в своем царстве, не только в своем царстве, властью. И он имел доступ ко всем возможным земным удовольствиям и развлечениям. Другими словами, чего бы он ни пожелал в своем сердце и в своем решении, это было для него возможно. Возможно. Интересно, когда мы читаем книгу «Экклезиаст», братья и сестры, открываем эту книгу, то в первой главе книги «Экклезиаст», в первых трех словах, в первых трех стихах, простите, мы находим два очень важных стиха, два ключевых как бы слова, которые являются самыми повторяемыми во всей книге «Экклезиаст». Экклезиаст. Два слова, которые будут повторяться во всей книге «Экклезиаст» на протяжении сколько глав существует. Первое слово – «под солнцем». Первое слово, которое чаще всего употребляет царь Соломон, это «под солнцем». Все размышления Соломона касаются того, что происходит под солнцем. И знаете, как бы стратегия этого царя Экклезиаста была очень проста. Он, знаете, как бы предлагает человеку, который задает вопрос, а что же лучшее, есть ли смысл на этой земле, можно ли действительно получить наслаждение то, что находится под солнцем. И он как бы предлагает человеку пройтись вместе с ним, отправиться вместе с ним и попробовать, пощупать, увидеть, испытать в своей жизни самое лучшее, то, что под солнцем. Итак, что же Соломон предпринял и какие дела он совершил под солнцем? И мы говорим «приобретение». Что в своей жизни этот человек приобрел и как отразилось это на его бессмертную душу? Давайте вместе с вами откроем книгу «Экклезиаст», вторую главу, и мы прочитаем сегодня со второй главы, с 4 по 11 стих. С 4 по 11 стих. Этот человек говорит так. «Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья, приобрел себя слуг и служанок, и домочадцы были у меня, так же крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме, собрал себе серебра и золото и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия, и сделал себя великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. «И мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих». Братья и сестры, интересно, что Соломон в 11 стихе, он подводит итог своим трудам, и он делает очень важный вывод, который я хотел бы, чтобы мы тоже на него обратили внимание. Из прочитанных текстов нам показана вот эта интересная картина. Представляете, колоссальные возможности, что происходило в то время? Какая стройка была? Какое движение? Сколько десятки тысяч людей трудились над своего рода вот этим проектом земного счастья, земного благополучия? «Человек захотел узнать, что происходит под солнцем, и можно ли найти счастье в этом мире». И обратите внимание на 11 стих. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все, суета и томление духа, и нет от них пользы под солнце». Второе слово, которое чаще всего повторяется в книге «Экклезиаст», какое? «Суета». «Все суета». Слово «суета» также переводится как пар, как пустота. Таким образом, самый мудрый, самый известный, самый богатый человек того времени утверждает, что в этой жизни под солнцем, если в ней нет Бога, братья и сестры, она абсолютно пуста и не способна дать человеку истинное счастье и благословение. Вы знаете, один американский поэт Карл Сенбург сравнивал такую жизнь без Бога с луковицей. И он говорил такие слова. «Вы отделяете слой за слоем и периодически плачете». Важно отметить, что опыт царя Соломона, по своей сути, был очень печальным. Почему? Поскольку представлял собой отступление царя от Бога. Хочу, братья и сестры, обратить ваше внимание, что книга «Экклезиаст» – особая книга. Она показывает сердце человека, который отступил от Бога в своем поиске счастья. Он отверг то благословение, ту мудрость и все, что дал Господь. И мы знаем, как это произошло. Вероятно, книга «Экклезиаст» является плодом еще искреннего раскаяния, которое совершил Соломон под конец своей земной жизни. Потому что, когда мы читаем книгу «Экклезиаст» в заключении, Соломон подводит итог. Обратите внимание, он подводит итог своей жизни. И книга «Экклезиаст» заканчивается следующими словами. 12 глава, 13 и 14 стих. Он говорит так, несмотря на пессимизм, который существует, который присутствует в этой книге и занимает большую часть его высказываний и его книги, все-таки Соломон в конце приходит к правильному результату. И он говорит следующими словами. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Почему? Потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо, но или худо». Дорогие друзья, дорогие слушатели, к сожалению, Соломон не одинок в своем поиске земного счастья. Мы с вами каждый день находимся под обстрелом лжи, предложений. Нас убеждают в том, что счастье можно приобрести на этой земле различными путями, различными сферами. Нам предлагают какие-то идеи, рецепты. Возьми вот это, вот достигни этого, получи этого. Друзья мои, я думаю, настолько мудрый был Соломон, когда он все просмотрел, все вкусил, испытал горечь. И помните, в книге «Экклезиаст» там есть такой текст, где он говорит, кто может есть и кто может наслаждаться без Него, без Бога. Земная жизнь, в которой лишен Бог живой, истинный, праведный, если душа не спасена, не искуплена, братья и сестры, нету никакого наслаждения, приходит то, что Соломон говорит, все суета, все пустота и все бессмысленно. Но Библия, слава Господу, когда мы смотрим все-таки на личность Соломона, дает нам, говорит, и немножко другую его сторону. На страницах, вот книги «Притч» показывают и состояние сердца Соломона до его отпадения. Тогда, когда Бог благословил его и наделил особой мудростью, обратите внимание, Он говорит, что есть другое приобретение, не только видимое, временное, проходящее, земное. Он говорит, что есть приобретение ценностей, вечно непроходящие. Давайте сегодня прислушаемся к этому мудрому человеку. И Он говорит так, книга «Притч» 3, глава 13 стих, Он говорит, что блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел что? Разум. Это тоже приобретение. Почему оно ценное? Почему Он блажен? Смотрите, 14 стих, «Потому что приобретение ее, лучшее приобретение серебра и прибыли от нее, больше, нежели от золота». Она древо жизни, 18 стих, она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Я пропустил дальше эти, ниже после 14 стиха, тексты, чтобы сохранить время. Прочитайте, братья и сестры, эти главы, книги «Притч», где Соломон показывает ценность премудрости, ценность мудрости Божьей. И мы обязательно увидим образ в этой премудрости Господа Иисуса Христа, в этой премудрости. Что же еще в этой жизни мы можем приобретать с пользой для нашей бессмертной души? Ответ мы находим уже в Новом Завете. И по словам апостола Павла, который хорошо знал, который испытал эту жизнь, он тоже дает совет, что можно приобрести. И он говорит, что это не просто приобретение, это великое приобретение Павел называет. Помните, братья и сестры, что Павел называет великим приобретением? Совершенно верно. Обратите внимание, он к Тимофею пишет, 1-й посланник Тимофея, 6-я глава. Он пишет так, 6-го стиха, «Великое приобретение, быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в этот мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, для кого-то это может послужить и сегодня, и для верующих людей странным». Великое приобретение быть благочестивым. Что такое благочестие? Благочестие, братья и сестры, это правильное отношение к Богу. В благочестивом человеке сказано, он поистине почитает Бога, он преклоняется пред Богом, он богобоязненный этот человек, у него правильное отношение к Богу, к Его Слову. И Библия приводит нам примеры благочестивых людей. Помните, благочестивый Симеон, который взял на руки младенца, так о нем сказано. Или правильный и благочестивый Корнилий, тоже на нем говорится характеристика. Или благочестивый Анания человек, тоже ему дают характеристики, правильное отношение к Богу было. Это качество, братья и сестры, не является врожденным. Это качество необходимо приобретать. Интересно, что Павел дает совет Тимофею в 4 главе, чуть раньше в этом же послании, только 4 глава, обратите внимание, 7 стих, что Павел дает совет Тимофею. «Негодных же и бабьей басен. Отвращайся, а упражняй себя». В чем? В благочестии. Упражнение – это постоянное усилие, это старание, это познание. Это не просто человек родился благочестивым характером. Говорит, ты упражняйся в благочестии, познавай Господа, познавай Слово, работай над своим характером, чтобы у тебя действительно был благочестивый характер. Слово «довольный». Из последующих стихов мы видим, что это состояние довольства приходит от понимания того, что мы ничего не можем принести в этот мир, братья и сестры. Мы ничего не принесли с вами в этот мир, и явно, Павел говорит, мы ничего не можем и вынести с этого мира. И он говорит, что, имея даже пропитание и одежду, мы будем даже довольны тем, что у нас есть. Состояние довольства Павел характеризует вот этими простыми вещами, такими обыденным. Наличие хлеба, наличие одежды. Братья и сестры, а мы довольны в своей жизни то, что у нас есть? Согласитесь, мы больше имеем, чем пропитание и одежду. Это качество тоже нужно приобретать, потому что в нашей сущности, в нашей природе есть одно качество, которое всегда будет мешать быть недовольным. И это не так, и то не так, и те не такие, и другие не такие, и все не так. И очень трудно с таким человеком. И ему, человеку, такому трудно с другими, потому что он всем недоволен, куда не посмотрит. Но и это качество, оно является врожденным. И Павел говорит, для того, чтобы быть довольным, его тоже нужно приобретать. Обратите внимание, Павел говорит, я научился быть довольным. Помните? Я научился быть довольным. Это не пришло само собой. Он был в разных ситуациях. Имел пропитание, не имел пропитание. Был в довольстве, в скудости, в различных обстоятельствах. И вот он научился этому. А теперь давайте посмотрим, братья и сестры, на человека, его характер, который приобретает в своей жизни эти чудные два качества. благочестие, правильное отношение к Богу и довольство. Как вы думаете, это приобретение ценно для нашей бессмертной души? Весьма. Вот давайте себе представим, что в нашей церкви наполняют все люди с таким качеством. Все благочестивые и все довольны и приобретают это качество. Как приятно находиться, правда, в семье, друг с другом, в атмосфере. За все благодарят, довольны. К Богу правильное отношение, к слову отношение правильно. Польза от такого приобретения и для своей души бессмертной, и для других людей. Огромно. Мы сегодня говорим с вами о приобретении и потере. Я хотел бы оставить еще одну мысль, остановиться еще на одном приобретении, самом большом и самом ценном, но путем потери. Приобретение, которое мы приобретаем, но ценой потери. Потери чего? Эту мысль я хотел бы выразить сначала в книге, посмотреть в притче Иисуса Христа, словами Господа Иисуса Христа, которую Он выразил в притче своей, Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стих. Давайте посмотрим этот текст. Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает. Братья и сестры, что Он продает? все, что имеет, и покупает поле то. Нашел сокровище, оно стоит. Для того, чтобы приобрести это сокровище, нужно что-то потерять, правда? Нужно продать все, что имеешь, и купить это поле. Братья и сестры, а что это за сокровище? Позвольте эту мысль посмотреть, как апостол Павел говорит. В его жизни произошел этот обмен, это приобретение путем утраты всего, что у него было. Книга Филиппийцам, 3 глава, послание Филиппийцам, 3 глава, 8 стих, 2 часть стиха. Для него, для него, для моего Господа, Павел говорит, для Христа. Я от всего отказался. Я все почитаю за ссор. Для какой цели? Чтобы приобресть Христа. Братья и сестры, вот это приобретение ценой потери всего. Павлу было, что терять, в глазах его людей смотрели на Павла безумный человек. Его карьера стремительно росла, авторитет, уважение, возможности, перспективы, и вдруг, все вдруг поменялось. От всего отказывается, чтобы приобресть сокровище. В притче, 13 глава, Евангелия Татфея, Христос снова подтверждает эту мысль, только Он говорит о маленькой жемчужине, драгоценной, помните, которую тоже нужно было продать все, чтобы приобресть. Жемчужину наши дети поют. О жемчужине, о Господе Христе. Какая глубокая истина. От всего отказался, чтобы приобресть. Какая польза от приобретения этого сокровища, от приобретения Христа. Братья и сестры, хочу сразу подчеркнуть важную мысль. Мы приобретаем, говоря языком Писания Христа, не ценой заслуг нашей, не ценой наших добрых дел, не еще какими-то стараниями, братья и сестры. Мы приобретаем нашего Господа. Это сокровище, исключительно по Его милости, по Его благодати и верою. Другую цену Христос, другой обмен. Он не может предложить. Во Христе мы становимся детьми Божьими. Во Христе мы приобретаем, братья и сестры, первый мир с Богом. Во Христе мы приобретаем жизнь с избытком на этой земле. Во Христе мы приобретаем жизнь вечную. Братья и сестры, даже смерть во Христе это приобретение. Потому что Павел говорит, для меня жизнь – это Христос, а смерть – это что? Это тоже приобретение. И когда мы пристанем пред Господом, и будут открыты книги жизни, и будет открыта книга Ангца, и когда мы услышим свое имя записано в книге жизни, братья и сестры, тогда, наверное, по-настоящему осознаем, Господи, какое приобретение мы имеем во Христе. И когда мы будем ходить с вами в новых телах по улицам из чистого золота в небесном Иерусалиме, братья и сестры, то скажите, какие богатства, какое удовольствие, какие наслаждения, какие ценности на этой земле можно сравнить то, что мы приобрели во Христе Иисусе. «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Еще одна короткая мысль перед нашей молитвой. Что имеет в виду Иисус Христос, когда Он говорит такие, задает сложные, казалось бы, истины для рассуждения, заставляет нас задуматься над серьезными вопросами о бессмертной душе, о ценности, о приобретениях и о потере. Христос говорит, чтобы душа была сохранена, необходимо, чтобы жизнь наша была, говоря языком сегодняшней темы, потеряна, отдана, утрачена. Но это будет иметь только смысл в двух случаях. Во-первых, ради Христа. И во-вторых, Он сказал, ради Евангелия. Вот истинная ценность вот этой потери. Ради Христа и ради Евангелия. И то, что Павел говорит, то, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел за ссор, за мусор. Глядя на жизнь Павла Апостолов, христиан, первый христиан, христиан сегодняшних брать-сестры, слава Богу, есть те, которые готовы идти путем следования за акцем, те, которые готовы приобретать и терять для спасения своей души. Я бы хотел сегодня задать вопрос. В нашей жизни, повседневной жизни, то, что мы приобретаем, является благословением, пользой для нашей бессмертной души. И то, что мы теряем, братья и сестры, является в конечном итоге благословением, в конечном итоге. Возможно, сегодня для кого-то это будут потери, но в конечном итоге будет для нас иметь бессмертную, вечную ценность. Подумаем об этом. И последний короткий пример перед нашей молитвой. Так давно я прочитал такую информацию или пример за одного очень известного в музыкальных кругах человека, который достиг большого успеха. Он был скрипач, его имя известно во всем мире. И вдруг он оказался на страницах газет очень скандальной и неприятной историей для него. Оказалось, что он продавал скрипки, выдавая их за особо ценные. И он представлял их, что эти скрипки изготавливали очень известные мастера. Ему доверяли, ему верили. И люди платили огромные деньги для того, чтобы приобрести эту скрипку от этого человека известного. Просестры, вопрос, что этот человек хотел приобрести? Деньги? Что он приобрел в конечном итоге? Разоблачение, позор, судебное разбирательство, штрафы, большие иски финансовые. А что он потерял? Я бы сказал, потерял все. Честь, совесть, уважение, признание и доброе имя. Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, пусть слова Господа Иисуса Христа сегодня нам послужат серьезным уроком. Что мы приобретаем для нашей бессмертной души? И что мы теряем? И что должны терять? Напомню, ради Христа и ради Евангелия да поможет нам Господь в нашей жизни идти этим путем, чтобы достичь благословения для нашей души. доком, стадии, ги coating, какой без цитаты, какой суп ple erase под кум под статы, 135 グ это Аминь.